Что надо людям объяснить? Значит, будет второе чтение, но это как бы промежуточные изменения в Конституции, но потом начинается процесс подготовки нового проекта Конституции. Савис, позвольте, если можно, предысторию взаимоотношений, потому что рождался этот документ как раз в коалиции гражданского общества или общественных организаций. И я, и Виталий Чудновский, не посторонние люди для политики и были депутатами предыдущего или предыдущих созывов. Поэтому у нас есть четкое понимание того, что существующая политическая система не позволит в достаточной степени получить критическую массу новых людей для изменения самой системы. Конституция – это основа государства. Это не закон. Закон – это правило. Конституция – это принципы. Это принципы существования государства. И мы говорим, что делать этот процесс эксклюзивным, то есть как видение одного человека, даже если этот человек президент, не позволит получить супер-мажорити или так называемое квалифицированное большинство людей, которые поддерживают эту Конституцию. Не бывает Конституции – меньшинства. Это всегда документ большинства. Поэтому процесс вовлеченности людей в создание основного закона является основной логикой. На самом деле эти общественные организации, которые Виталий Чудновский перечислил, это абсолютно разные люди. Но у нас в состав нашей организации входят люди, которые совершенно не могут иметь одинаковых каких-то корпоративных интересов. Алексей Мачанов, Макс Музыка, Ящу Дновский, Виктория Подгорная – это на самом деле представители тех стейкхолдеров, которые обязаны между собой обсудить, какое государство, в каком государстве мы хотим жить. У нас нет варианта своей Конституции, которую мы хотим потом достать из-за стола и каким-то образом легализовать. Мы говорим, что этот документ должен родиться как раз в этом обсуждении. И только документ, принятый абсолютным большинством, мы не знаем, это две трети, три четверти, поддерживающий этот документ, это и будет настоящая Конституция Украины. Документ, по которому мы живем сейчас, Сергей Лисеевич правильно сказал, это наследие Советского Союза. Уже нет этого государства, уже нет этой партии, которая принимала эту Конституцию, коммунистическую, я имею в виду. И видно, что этот документ привел к краху, он не работает.